Сегодня в рубрике мы рассмотрим вопрос понятия сотрудничества с точки зрения шариака. То есть товарищество с целью приобретения имущества, других каких-то благ. В шариате вообще подразумевается два вида товарищества. То есть когда мы становимся совместными участниками чего-то. Первый вид это ширка, то есть ширка туляхт. Тогда, когда два человека, они на основе договора становятся партнерами. И второй это ширка тумелька. Это когда мы совместно владеем каким-то имуществом, но не преследуем цели извлечения прибыли. Допустим, у меня с моим братом совместное имущество. Мы владеем домом совместно. И когда мы решим разделить его, то мы делим его в соответствии с этими дарями. Но сегодня мы будем говорить исключительно про первый вид ширка туляхт. Вообще в шариате понятие ширки, то есть товарищество, оно является основополагающим. То есть если два человека решают делать бизнес, они должны разделять риски, нести ответственность. И именно то, что они несут ответственность, разделяют риски, выполняют какие-то обязанности, это им дает право претендовать на прибыль, которую они также разделяют. То есть если прибыль есть, они разделяют в пропорции, в той, которую они вложили в этот бизнес, усилий, денег. Если они несут убытки, они тоже делят эти убытки соразмерно своим долям. Почему я говорю, это справедливый вид договора, ведения совместного бизнеса? Потому что сегодня у нас, допустим, если мы приходим в банк, как вкладчики, то мы вкладываем деньги на депозит. Условно говоря, банк нам обещает 10% прибыли, фиксированной, ростовсической. И он берет эти деньги, я имею в виду, банк аккумулирует у нас и передает какому-то бизнесмену. У него есть какой-то суперпроект, допустим. Но у него для реализации этого проекта собственных средств всего 20%. Все остальное он занимает у банка, а банк берет у нас. И в конце что мы имеем? Он получает, допустим, прибыль 100 тысяч долларов, из которых, по идее, он всего вложил своих 20, остальные 80 вложили мы с вами. Но, когда идет вопрос распределения прибыли, мы получаем всего 10%. Мы, то есть, претендуем 10% от этой прибыли, остальное все берет себе этот клиент и сам банк. Согласитесь, да, не совсем справедливо. Но, с другой стороны, если, да, условно, этот клиент или другие клиенты обанкротятся, и обанкротится банк, то полностью риски несем мы, то есть, потерять все свои деньги. Тоже не совсем, как говорится, справедливо. Даже если этот банк не обанкротится, но у него какие-то временные будут проблемы, да, мы помним, как у нас в Казахстане банки второго уровня переживали этот кризис. То есть, у них не было наличности выдавать, обслуживать, да, людей, выдавать им деньги, которые те уже вложили и так далее. И, таким образом, это приводит к коллапсу всей, да, экономической системы и финансовой системы. И эта система, она настроена на, как мы говорили в прошлом уроке, капитализм в его самой такой извращенной дикой форме, когда богатые богатеют, а бедные они постоянно становятся где-то кем-то, как говорится, кто несет убыток. И все тяжбы этих, скажем так, необдуманных действий людей, которые обладают более большими деньгами. И мы становимся их, как говорится, палочкой-выручалочкой, да, когда им трудно, мы приходим, мы занимаем им деньги из госбюджета, который формируется из наших налогов. Потом, когда они стоят на ноги, они начинают нас притеснять и узурпировать, да, во всех формах, которые эти возможны. И поэтому шариат, он воспротивился этому и говорит, если ты любишь ездить, то люби и саночки возить. То есть, кто зарабатывает прибыль, он должен готов быть нести ответственность соразмерно его доли, которая была вложена в этот бизнес. Такого нет, да, вот я тебе даю 100 тысяч долларов, там условно, да, меня не интересует, твое дело, оно как бы оправдает себя, нет. В любом случае, ты мне их будешь должен, да. Это второй вид, который у нас сейчас на территории Казахстана процветает. То есть, если я нахожу какой-то бизнес или у меня действующий бизнес, я просто вынужден развиваться, и мне нужен какой-то там станок. Но у меня нету этих денег, я иду в банк, не отказывают, потому что у меня не совсем хорошая кредитная история или у меня нет залогов. И обеспечение я имею в виду, я не могу ничем обеспечить свой долг. Я иду к таким людям, которые как бы, ну, на черном рынке, грубо говоря, предоставляют эти деньги под более большие проценты даже. Я готов и на это. Но они говорят, мы тебе дадим деньги, но нас не интересует. Это будет пандемия, вдруг граница закроется, любой форс-мажор — это твои проблемы. Ты должен нам в любом случае вернуть деньги. И вот эта вся несправедливость в исламе, она отсекается каким способом? То есть человек, который вкладывает деньги, он должен нести ответственность. Теперь мы поделили товарищество на два. Первое — это когда товарищество подразумевает совместное владение частной собственностью, думая, или более лиц, ширко-турмельк, и ширко-туракт, когда партнерство является результатом взаимного согласия, то есть договора, который направлен на получение прибыли. Этот вид, в свою очередь, делится на два. То есть мы можем объединяться деньгами, имущество, или мы можем не иметь, в принципе, никакого имущества, но мы можем объединить свои усилия. То есть я, допустим, и вот мой товарищ, мы очень хорошо разбираемся в IT-сфере. Мы можем делать какие-то софты, программы. Мы объединяем свои усилия. Мы можем на аутсорсинге работать у себя дома. Нам даже офис снимать не надо. Мы помещаем объявления в интернете и находим клиентов, и так работаем. Часть он, мой партнер, пишет, часть пишу я, и прибыль мы делим пором. Такой вид называется ширко-турмельк. То есть там амуаль, то есть от слова маль, деньги, капитал, то, что на основе капитала здесь, на основе наших возможностей физических. Многие наши соседи, братья, которые приезжают здесь с Харлстана, с Узбекистана, они точно так и делают. Два-три человека приезжают в Казахстан, открывают какой-то ларек, начинают продавать овощи вообще на маленький сумму, потом начинают брать их под реализацию, продавать их и так далее. И за сезон они неплохую выручку от этого получают. Теперь, что касается современных видов договорных отношений в рамках партнерства. Какие виды товариществ имеются в шариате, мы об этом поговорим позже, но я одну небольшую ремарку сделаю. То есть все современные виды, или которые еще возникнут, они могут быть рассмотрены в рамках шариата. Нет никаких проблем. Ислам — это не религия, которая застоялась в 8 веке или в 7 веке. Это религия, в которую Аллах, субхану атааля, вложил возможность эволюционировать, развиваться. И любое новое отношение, оно может быть рассмотрено, если в них соблюдены эти принципы. То есть разделение прибыли, справедливое, и разделение рисков. Иншаллах, вот эти базовые принципы договора партнерства, то есть мушарок, принципы распределения прибыли и другие, мы, иншаллах, рассмотрим на нашей следующей встрече. И надеюсь, если у вас будут вопросы, вы нам их напишите, мы их там осветим. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.